Маленькая Италия появилась на просторах Приморья. Маленькая Италия появилась на просторах Приморья 8 часов ровно 28 мая 2020 года. Знак авторского права фотография из личного архива семьи Яна и Александра Исаковых продукт из экспериментальной сыроварни семьи Исаковых. Знак авторского права фотография из личного архива семьи Яна и Александра Исаковых Москва, 28 мая РИА Новости. Семья Исаковых создает сыроварню на территории опережающего развития, Тор, Надеждинский в Приморье. Александр Исаков раньше жил в столице, где и познакомился с будущей женой, вместе они решили сменить бешеный ритм жизни на более размеренный, переехав на Дальний Восток около 10 лет назад. Собственную компанию он основал из любви к аутентичному продукту, какой сложно встретить на прилавках Владивостока. Предприятие уже выпускает несколько видов полутвердых и мягких молодых сыров, в ближайших планах увеличение объемов производства и создание новинок по рецептам из Италии. У нас есть уже маленькая экспериментальная сыроварня, стадо коров, которые дают молоко для продукта, и есть кафе, через которое мы реализуем те небольшие объемы, которые производим, поделился Александр Исаков. В предприятие Резидент Тор вложил несколько миллионов рублей. По соглашению с управляющей компанией инвестиции продолжаются. Полностью производство на новой сыроварне запустят к концу 2020 года, сейчас она на стадии строительства. Александр говорит, что является одним из самых небольших резидентов по сравнению с другими проектами Тор. Знак авторского права, фотография из личного архива семьи Яны и Александра Исаковых. Александр Исаков оценивает один из свежих сыров в России сыр, во всем мире чиз. В итальянском Пьемонте Томом более 40 видов. Так называют крупные головки сыра, а маленькие по размеру Томини, пояснил Александр Исаков. В этой стране молочный продукт, как и вино, имеет категорию и защищенное географическое название по месту происхождения. Пьемонт обеспечивает большую часть ВВП Италии, сельскохозяйственный кластер состоит из производства молока, мяса, вина и сыров. В Италии есть национальные породы коров, а рецепты сыра из их молока передаются из поколения в поколение и тщательно охраняются. На каждой ферме оберегают секреты вкуса сыров, так как это главный заработок семьи. Самые популярные здесь сыры Тома, Робиола, Стракина, Примосали, Качота, Рикотта, Талли Джо. В каждом регионе есть особенности. Например, в Талли Джо и Парме некоторые виды сыра готовятся сезонно, когда коровы съели определенный вид цветов и трав и дали молоко для сыра, который никогда не продадут иностранцу только соотечественникам, чтобы не раскрыли секрет вкуса. Таковы итальянцы. Культ сыра как экономический вектор семья Исаковых выбрала курсы изготовления сыра у пожилого мастера в Пьемонте, который посвятил этой профессии всю жизнь. Его дети, вопреки традициям, не захотели продолжать семейное дело, поэтому к Владивостокской семье он проникся особой искренностью и охотно поделился секретами мастерства. Но купить рецепт и пройти курсы недостаточно, желательно проникнуться образом жизни итальянцев, посмотреть, с чего состоит день фермера. Главное это общение и дружба. Мы с супругой объясняли мастерам Пьемонта, что хотим не просто делать вкусный сыр, а распространять традиции его употребления итальянской культуры на Дальнем Востоке России, рассказал Александр. Полностью повторить вкус итальянской томы практически невозможно, на ферме Исаковых живут коровы другой породы альширской, едят местную траву и дают отличное от итальянского молоко, поэтому секрет вкуса Владивостокского сыра рождается в процессе адаптации зарубежных рецептов к местному молоку. О своих животных приморские сыроделы заботятся от всего сердца, для их содержания они выбрали оборудованное по советским стандартам помещение, сделали там ремонт. Знак авторского права, фотография из личного архива семьи Яны и Александра Исаковых телки альширской породы из хозяйства при сыроварне, чтобы коровы были здоровы, им нужно двигаться, поэтому у нас они много времени проводят на свежем воздухе. В перспективе планируем для них закупать и выращивать определенные наборы трав, как посоветовали итальянцы, сказала Яна Исакова. Сыр дальневосточного предпринимателя состоит только из натуральных ингредиентов молока, сычужного фермента, проверенных плесневелых культур и заквасок. Образ жизни коров и питания влияют на ароматику будущего сыра. Если кормить их силосом и сенажем, они не дадут качественного молока. Что корова съела, то и отдала, заключил фермер. Полутвердые сыры Исакова привозили попробовать своему учителю во время очередного путешествия в Италию, и ему, и местным детям продукт понравился, и они удивились, что сделан он в России. Сыр, который мы научились готовить, имеет небольшой срок хранения. Домашний камамбер и бри, которые уже многим полюбились, имеют совсем не такой вкус, как у промышленного продукта. Срок годности полумягкого сыра от 5 до 10 суток, поделилась Яна Исакова. Знак авторского права, фотография из личного архива семьи Яны и Александра Исаковых продукт из экспериментальной сыроварни семьи Исаковых постепенно страсть к познанию культуры приготовления сыров и молочных продуктов захватила всех членов семьи троих детей Исаковых и даже их прабабушку, которой 81 год. 15-летняя дочь помогает управляться с хозяйством, средний сын наблюдает, как мама вымешивает зерно сыра и пробует. С весельем к процессу подключается и младший, 4-летний сынишка, его отец зовет главным дегустатором, четко разделяющим вкусное и невкусное. Пробуем, меняем, советуемся с итальянцами, чтобы корректировать процессы изготовления. Этому делу нужно посвятить всю свою жизнь, и без помощников тут не обойтись, подчеркнул фермер Исаков. Валентина, бабушка главы семейства, помогает наводить порядок, несмотря на возраст это ее искреннее желание. Противовес китайским чуфанькам знак авторского права фотографии из личного архива семьи Яна и Александра Исаковых традиционная итальянская закуска антипастов кафе Лавки Исаковых во Владивостоке. Знак авторского права фотография из личного архива семьи Яна и Александра Исаковых традиционная итальянская закуска антипастов кафе Лавки Исаковых во Владивостоке Владивосток и его окрестности представляют собой разнообразие культур и менталитетов. Влияние китайских традиций, в том числе в плане питания, проникает и в заведение общепита, начиная со знаменитых пиан-сё и заканчивая новейшими блюдами китайской и японской кухни. Ко всему новому люди относятся с осторожностью и в то же время с интересом. В кафе готовят антипасты по итальянским рецептам, молодые сыры с соленьями, оливковым маслом, фруктами, печеными перцами, баклажанами. Говорит Александр. Экспериментальные сыры от Исаковых до периода эпидемии мог попробовать каждый ценитель в кафе Лавки в центре Владивостока. Сейчас сырные тарелки, необычные гастрономические сочетания желающие могут получить с помощью службы доставки или в заведении, с соблюдением всех правоэпидемиологических мер. Пока работает маленькая сыроварня, основное здание для производства находится на этапе строительства, уже залит фундамент. На время самоизоляции возведение не остановилось, ведутся переговоры с банками для привлечения дополнительного финансирования, в чем семейству помогает корпорация развития Дальнего Востока. 19 мая 0800. Хорошие новости. Вкус Италии из Ульяновской области. Как фермеры создают тот самый сыр. Основной этап строительства рассчитываем завершить в этом году, подмечает генеральный директор крафтовой сыроварни Александр Исаков. По словам предпринимателя, статус резидента ТОР позволил получить необходимый земельный участок, которому подводится инженерная инфраструктура. В дальнейшем будут востребованы и налоговые преференции. Всего на территории опережающего развития Надеждинская по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока инвестиционную деятельность ведут 62 резидента с проектами на общую сумму 53,5 миллиарда рублей и планами создать почти 5,6 тысячи рабочих мест.